В единстве наша сила. В Казбековском районе под таким патриотическим названием прошел конно-спортивный фестиваль. Он состоялся в рамках празднования 20-летия со дня разгрома бандформирований, вторгшихся в Дагестан в августе 99-го года. Спортивная акция объединила сотни людей со всей республики. Среди них были и ополченцы. Подробнее в сюжете Луиза Раджабовой. Проверка на прочность и стойкость дагестанского народа. Именно так называют события 99-го года. Спустя 20 лет здесь больше не свистят пули, а раздаются звуки-лезгиньки. Первыми на пути бандитов стали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября. Затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция. 20 лет тому назад отъявленный враг террористы разной масти, которые подкладку подлучили во всех лагерях смерти в мировом масштабе, пришли, значит, дагестанский народ, чтобы поставить на колени. Но плохо изучили историю. Не знали о том, что дагестанский народ – это не тот народ, который можно на колени поставить. Плохо изучили историю. В историческом плане мы никогда ни на кого не нападали. Но постоянно на нас нападают и постоянно по зубам получают. Наш народ не забывает о тех ребят, которые сложили свою голову. Каспийское море не хватит. Смыть слезы наших матерей, жен от потребительских людей. В начале августа этого года Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Дагестана. В настоящее время в республике ведется актуализация списков. Я сказал, старики-пирот, надо молодым показать, как старики воевают. Мы первые поднялись на машину и поехали, держали оборону там. Так что этот праздник каждый год должен быть, потому что вспоминать надо, чтобы было. Традиционные предметы быта дагестанцев и угощений из блюд национальной кухни. В рамках мероприятия был организован праздничный майдан, на котором гости могли ознакомиться с подворьями селений Казбековского района, где звучала музыка в живом исполнении, а желающие могли станцевать. Чужолый момент, в котором мы потеряли своих братьев, которые с нами пошли и не вернулись. Они в наших сердцах, в нашей памяти. Защищать свой народ и Дагестан здесь не имеет значения, мужчина или женщина. Мы все должны дружно, мирно объединиться и защищать свою родину и свой народ. Кульминацией праздника стали три заезда скакунов со всей республики. Призовой фонд – 180 тысяч рублей. Боролись за приз 84 джигита. На дистанции 1400 метров выиграл Марат Исмейлов из Аксай. Два круга быстрее всех преодолела лошадь по кличке Ахилга Джамурада Гамзаева из селений Джингутай. На дистанции 5000 метров четыре круга победителем стал Шамиль Маликов из села Гильбах с лошадью Миритон. Победители заезда получили памятные медали, грамоты и кубки, а также солидные денежные вознаграждения. Луиза Раджабова, Магомед Магомедов. Новости ННТ. Казбековский район.